Продолжение следует... 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 В этом потом на странице газеты это происходит, что на самом деле недоосвоена не такая сумма, меньшая сумма, допустим, объективные причины приводятся, субъективные, но однако ситуация не меняется. ...бюджетный кодекс, может быть, нужно принять какие-то другие законы, которые ужесточают либо ответственность, либо, возможно, планирование. Но заглядывая в тот же бюджетный кодекс, мы видим, что на сегодняшний день достаточно административных рычагов для того, чтобы на стадии исполнения бюджета с администраторов бюджетных программ строго спрашивать за рационально эффективное использование бюджетных средств. Вот есть статья, допустим, 38-я, где четко предусмотрено, что есть такие понятия, это показатели эффективности, то есть в рамках тех средств, которые дали администратору, он должен достигнуть результата, если это сказать так просто, и контроль эффективности. То есть обнаружив данные несоответствия, Министерство финансов может в отношении того или иного администратора. Необходимые меры, как в данном случае были наказаны, допустим, вице-министры некоторых министерств, не доводя это до стен парламента, либо не доводя это до коррупционных дел, которые после возбуждения фискальными органами мы тоже со страницах средств массовой информации видим. Так все-таки, как же нужно бы повысить ответственность? Вот получается так, если сделать первую часть и на стадии реализации в правительстве поднимать этот вопрос, то в динамике можно было, я считаю, каждого руководителя государственного органа, который ведет государственную политику в сфере образования, здравоохранения, неважно где, в сельском хозяйстве, можно было мониторить его деятельность теми взысканиями, которые в правительстве мы оказывали. Затем бы парламент мог, согласно норме Конституции тоже, выразить, поставить вопрос о соответствии с его занимаемой должностью. Эта норма и сегодня она есть, но она не работает, поскольку все-таки спонтанно мы не можем того или иного министра пригласить и затребовать отчет у него, не зная в динамике, чем он занимается. Вопрос коррупции. Она существует везде, в любом государстве, в большей и меньшей мере. Нет таких государств, где нет коррупции. Однако мы также часто забываем, что каждый из нас, поступая на службу государственную, берет на себя обязательства и ограничивает себя в чем-то. Есть кодекс чести политического государственного служащего. Есть присяга, которую дает народу Казахстана и президенту о том, как должен исполнять. И есть всегда у него возможность, почему я так говорю, тому или иному руководителю государственного органа подать в отставку, что не справился со своими обязанностями. Если привести, допустим, международный опыт, то мы также из средств массовой информации прекрасно знаем и самоубийством заканчивать. Я, конечно, к этому не призываю, но тем не менее, все-таки, если посмотреть, 9, 10, 11 год, Южную Корею, Польшу, Словению, где премьер-министры, которые совершили коррупционные правонарушения и замешаны были, не то что привлечены к уголовной ответственности, они, приняв это близко к сердцу и принимая во внимание, суицид имеется в виду. У нас же часто получается так, что из одного кресла мы пересорвали ошибок. Глава государства в своем выступлении, когда участвовал в расширенном заседании правительства, он затронул вопрос о целесообразности принятия государственной программы развития регионов. На самом деле, поскольку я сам представляю аргарный комитет, то мы все прекрасно знаем, что в свое время была принята программа развития сельских территорий. Срок ее реализации был 2004-2010 год. Всегда в программе есть ожидаемые результаты. Предполагалось обеспечить рабочими местами достаточными те 7,5 миллиона человек, которые сельская местность проживает в перспективных районах, а в безперспективных районах переселить туда, где есть рабочие места, где недостаток рабочей силы. Вот, допустим, тоже вы все освещали этот момент, что в Акмолинской области 80 с лишним процентов малокомплектных школ. Почему так происходит? Потому что нет населения. И так же говорила, допустим, моя коллега Светлана Залмар-Амбетова о том, что в Южном Казахстане, допустим, перенаселение. Нужно было бы, наверное, при реализации данной программы все-таки доложить о ее результатах. Мы результаты не услышали. И это именно то, о чем говорил глава государства. И сейчас собираемся принять новую программу, программу развития регионов, целесообразность ее действительности. Возьмем, допустим, программу развития моногородов на 2012-2020 годы. Начиная с 1994 года мы принимали программы по поддержке малых городов. В общем, если посчитать, то получается, что с 1996 года их было 7 программ. Концепция развития региональной политики, программа утверждения развития малых городов на 2004-2006 годы, распределение целевых транспорта малым городам, городам с депрессивной экономикой. Ни по одной из этой программы, сколько туда было потрачено государственных средств, мы все-таки не узнали, почему эти города не стали самодостаточными, почему им опять нужно помогать. Не подведя итоги, мы наступаем, считаю, на те же грабли, приняв программу моногородов на 2012-2020 годы. Что же произойдет через год, через два, к 2020 году? Не получится ли так, что на моем месте, допустим, к 2020 году будет стоять другое кто-нибудь и говорить? Вот все-таки прошло столько лет, и опять непонятно, что и каким образом эти средства реализованы. Можно привести также программу по переселению, по принятию на историческую... ...выделяют средства, но тем не менее мы на сегодняшний день этих результатов не видим. Самодостаточность тех населенных пунктов, куда тратятся деньги. Вот в целом, если проходить по самому расширенному заседанию, были обозначены все болевые точки, которые присутствуют при планировании бюджета, при реализации местными исполнительными органами. Вопрос поднимался также, почему возвращаются неэффективные использования, возвращаются трансферты с областей. Есть, конечно, вопросы. Еще раз говорю, поскольку я представляю аргарный комитет, я буквально на днях хотел посмотреть, кто же у нас замы и акимы областей по сельскому хозяйству и начальники сельхозуправления. Есть областя, в которых и зам... связанные с нефтянкой, связанные с медициной, но никоим образом не с сельским хозяйством. Если по остаточному принципу относиться к сельскому хозяйству, то, естественно, в регионах те средства, те трансферты, которые мы направляем, будут также возвращаться, как вернулись в этот бюджет. Хочу сказать, что это порядка 10 миллиардов вернулось с области 3,5 миллиарда, потому что нет животноводства, которое... ...заявок и так далее. Но на местах, на встречах наших, которые происходят с избирателями, часто задают вопросы. Тоже субсидирование, допустим, продажа, производство молока. Мелкие хозяйства ее не получают, идут управления сельского хозяйства, достучаться не могут. А на местах получается, что просто мелкими заниматься не хотят. Разговоры и правительство, и парламент должны сделать выводы. Они ежедневно моими коллегами другие вопросы освещаются, другие вопросы комментируются, но все-таки нужно принимать действительно решение, прислушиваться к парламенту. Те же парламентские слушания, которые мы проводим, пишем рекомендации, не всегда принимаются они как знак доброй воли. Почему-то постоянно нужно оппонировать с правительством на эти вопросы. Вот как бы у меня коротко все, если у вас вопросы, я готов ответить. Большое спасибо за выступление. Уважаемые коллеги, будут ли вопросы у вас? Пожалуйста, представляйтесь и по вопросу. Здравствуйте, Елена Шрайбер, 24КЗ. Иван Михайлович, вы говорили о программе развития региона, потому что она не принесла должного результата. И вот я хотела спросить, кто виноват в том, что программа оказалась нерезультативной, и почему на следующий год все равно опять принимает эту программу? Она называлась программой развития сельских территорий. Программа развития регионов на сегодняшний день она не принята, о чем и президент говорил, о целесообразности вообще принимать, не подведя итоги той программы по развитию сельских территорий. И кто виноват здесь? Все-таки нужно было бы, наверное, правительству самому разобраться, поскольку все потоки денежные и все люди, которые ее реализовывали, до сегодняшнего дня в составе правительства. И говорить сейчас, вешать ярлыки не справилась с тот или иной, есть, конечно, объективные и субъективные причины, но, допустим, о том, что есть малокомплектные школы и в какой области они присутствуют, вот я, допустим, обозначил, почему бы не нужно было бы сделать корректировку и не подумать о том, чтобы был баланс интересов всех сельских, всех регионов, всех областей. Спасибо. 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 Пожалуйста, следующее вопрос. 24 кейзет, Маншик Мақсут Козам. Курмет депутат Мұрза, 11-ші қазаннан бері. Біраи уақыт өтті. Талай сын айтылды осы жерде, сізден басқа да қаншама адам келіп айтпичатыр. Нақты үкметтің жұмысында не өзгерді? Осы біраидың ішінде сіздің ойыныша. Екі тілде жауырп берсеніз. Біраидың ішінде үкметтің жұмысын нақты зөтіп сия алмай жүргін үкметтің біраидың ішінде қалай зөттігі болады. Бұл енді қисынықсыз деп ойлайым, бұлай сұрақ қойу президент кенетілген үкметтің жиналысын өткізген кезде, мәжілесін өткізген кезде, енді біраидың ішінде бәрің дзөп шықтеген. Бұл енді жағдайы бар. Бұл бұл сіздер мәні қазір мені сұнанген мен әріптестерімді облыстарын, әкімдерін осы трибунаға шақырып, жағы айтқан сынына өзінің коментарийын белуге шақырғандарыңыз, соның бәрліғын әр бүкіл қалық әр бір мемлекетіміз азаматы көріп естіп отырғаны, ол мен ойлайын тәртіп кешақырып деп. Ал тағы да бір сұрақ, неліктен депутаттар елбасының сын айтқаны күтті, осы уақытқа дейін неліктен сіздер өзеріңіздің тарапыңызда, егері мен жатқан бюджетке қатысты сындарыңызды айтпадыңыздар өкіметін жұмысына? Мен жаңағы айтып отыр, мен өз жеке басын туралы айтайын бірінші. Жаңағы ана айтып бөткен кемшіліктерді бюджеттің. Бұны біз жылда үкіметтің жаңа есеп комитетінің есепін тұндаған кезде, сонда айтып жүргін, көтеріп жүргін мәселедер. Енді ұдан қандай қортынды шығарып жүрді, қанша мемлекет, қанша ұсы өкілетті ұрғындарда үстебі жүргін адамдарға жауап қаттарты, ол жыл сайын үкімет өзінің сүнкінесін беріп жүрді, біз оны тағайындап, тағы сұрап жүрдік, бірақ, ұшқандай өзгеріз болмайтыр бүгін көтейін. Аңғымені неге көтермей жүрдік тесеңіз, енді парламенттің жиналысына біздің жиынымызға жиы келіп тұрсаныз, біз сөй жердей өзіңіз естеіс біз жауап қойамыз ба сұрақ қойамыз ба жоқ ба мүтін мүшелеріне? Жанеркен Жаматайва, әстебі телі армасы, менің сұрағым, сіз білі өмше шетелге қазақстанлық балыларға, Продолжение следует... 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 ...разделение на месте. Нужны маститые руководители отрасли, которые были бы публичными людьми и могли бы поехать в любой регион и знать проблему изнутри. Это бы дисциплинировало местные исполнительные органы. Ну и те, которые люди на местах реализуют программы, считают, что они недостаточно подготовлены. Денег много, а вложений мало. Вы посмотрите, каким образом происходит, как только что я вам привел пример, 3,5 миллиарда вернулись с области, которые были на развитие животноводства отданы с формулировкой «нет заявок». И одновременно субъекты животноводства говорят о том, что средства для них недоступны и не знают, откуда их брать. Считаю, что в большей части все, что касается регионов, это все-таки непрофессионализм. Что нужно бы на сегодняшний день сделать, я об этом уже сказал, промежуточный должен быть момент оценки деятельности каждого руководителя госоргана в период реализации бюджета в правительстве. То есть мы видим, что каждый вторник проходит заседание правительства. На заседаниях правительства министр докладывает о том, какую программу собирается реализовывать, коротко дает отчет, но редко когда мы видим, чтобы с кого-то... В середине года такая критика звучала бы, то я думаю, что меньше было бы неосвоенных средств в конце года по приходу в парламент. Мы по приходу в парламент начинаем выяснять, почему не наказаны те или иные руководители госорганов. Потом получаем обещание, что по итогам года данный разбор полетов произойдет. Но на моем опыте редко когда такое было. Продолжение следует... Полашақта жүрл кізлеуме дейсі ба? Да. Жаңа, уэзіңіз сұған айтып кеттіңіз. Бұл үрлерде осында мәселелер анықталды, анықталып жатырды. Енді осылған байланысты нақты бір қадамдар жасалама? Бұл үрлерде осында мәселелер анықталды, 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 анықталды. Енді бұндай облыстар бар. Барған әкім өзінің қартынан та бірнеші адам далып барады. Немесе ғорын басар қылады, немесе бір мекеменің түрі ағасы қылады. Бұны зам бойынша тиім салонған, бірақ әрі бір облыст өзіне жол тауы болады. Бірақ қылады, анықталды, 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 анықталды әкім әкімінді қалай жағы берілгенді қаражатты, мемлекеттен берілгенді қаражатты егереде, сонны біріншойлап бір әрі. Сонның әрі, әрі, әрі. Раван Михайлович, позвольте еще раз поблагодарить вас за принятие участия. Дамы и господа, вам большое спасибо, всего доброго.